Нет задан вопроса о том, как я отношусь к нынешним выборам. Я объежден, что для понимания нынешней ситуации необходим предельно широкий исторический контекст. Корни наших нынешних невязок уходят очень глубоко, уходят в столетие. Давайте попробуем понять причину нашей русской трагедии, которая завязалась очень давно, но получила свое предельное полное выражение в так называемых трех русских революциях. 1905 год, февраль 1917, октябрь 1917. Что произошло? Почему это все имело место? Во-первых, я хочу узнать следующее. Не нужно хаивать октябрьскую революцию. Это был народный порыв, я бы сказал словами Бергсона. Жизненный порыв. Могучий, экспрессивный, яркий. Сегодня очень много мы можем прочесть текстов, которые пытаются изавуировать, занизить смысл октября. Я не революционер, я не коммунист. Я сейчас революцию оцениваю, это не как там результат деятельности каких-то партий, даже, скажем, лично Владимира Владимировича Ленина. Это революционер народа, что несомненно. Вот надо понять, что это был за народ. Что это были за люди? Кто? Тогда мощно длинула историю вперед. Это действительно был сильнейший толчок, имеющий вектор абсолютно ясную, к нормальному обществу. Революция разрушила кавитализм, это ведь несомненно. Но что она предложила взамен? Кто совершил революцию? Непролетариат. Вот это надо понять очень ясно и четко. Откроем глаза на это. Это была непролетарская революция. Это была революция, совершенная крестьянством, которая оказалась вытесненным в городах совсем-совсем недавно. При всем уважении к Петру Столыпину. На что был направлен удар Столыпинских реформ? Я понимаю их абстрактную ценность. Он был направлен на крестьянскую общину. Я сейчас разобрался в том, что такое община. Я понял, что община в России не разнородна. Я буду говорить о северной общине. Ну вот давайте возьмем Занежье, Кишский погост. Крестьяне за свои деньги создают такое чудо. Или возьмем реку Онега. Погосты, которые украшали эту реку. Турчасово, Чекуево. Грандиозные ансамбли, циклопические церкви, колокольни. Это сделано род, который был очень богат. Который имел мощнейший творческий импульс. Это были крестьяне. Это была община. Она община особая. Община, где начало коллективно сочеталось с началом частной инициативы. Вот это было спасением для России. Вот эта диалектика, заложенная в Святую Троицу. Я согласен с тем, что в Средней России община могла быть очень унылой, инертной. Это община, которая, собственно говоря, не была общиной, ибо она входила в структуру крепостного права. Община это что такое? Община это общинная собственность на землю. А если эта земля прилежит помещику, а ты только общинно на ней трудишься? Это же не полная общинность. А на Средней была полная общинность. Как бы то ни было, но реформы Столыпина ударили по общине. Это значит, что огромное число людей покинуло свою землю и пошло в города. Что такое Столыпинская реформа? Это фермерские хозяйства. Большое пространство обрабатывает небольшое число людей. Но семья фермера. Благодаря технике, благодаря тому и другому. Вы понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Вот в городах сосредоточился этот любенопролетариат. Хотя это крестьянство на самом деле. Так, это первая, первая вот такая волна. Что происходит дальше? Да, вот эти люди, униженные, оскорбленные, так сказать, да, люди, которые потеряли все, они получили ничего, они стали главной движущей силой переворота. Владимир Ильич Ленин приказно понимал, что если бы Столыпин реализовал свои идеи, никакой революции бы не было. Ну, Столыпин, во-первых, он не успел сделать, во-вторых, он допустил большие ошибки при начале реформы. Мы сейчас это понимаем. Он их провел революционно. Вы понимаете, да? Они, правда, не закончились, не аборрбались, но тем не менее, вот он... Он покачнул баланс внутренно-российский, этнический баланс, однодемографический баланс, да? И вот прошла эта перекачка масс города. Потом начался НЭП. Это, конечно, отступление было со стороны Владимира Ильича Ленина. Так, НЭП продолжил расслоение деревни. В Толыпинскую сторону, конечно. Появились так называемые кулаки, то есть нормальные, хорошо работающие крестьяне. Приглась беднота, которая тоже водительного города. Это, короче говоря, в России революцию сделали люди, которые остро чувствовали несправедливость сущего. Но которые не понимали, чего не хотят. Это самое страшное, самое роковое. И самое опасное здесь заключается в том, что Россия потеряла вот эту здоровую основу свою, оптимальную для ее условий, для ее... для ее менталитета, вот эту общинность. Ее пытались потом, конечно, восстанавливать через колхозы, через различные организации, которые сохранили себе общины и начало, все эти профсоюзы, творческие союзы. Это рурименты общины, но они уже были бессильны, конечно. Вот. Что же происходит дальше? Вот эта масса, крестьянская масса, да? Так? Она ломает строй. Это реально, это великое достижение октября, что был сломлен капитализм. Капитализм, при всех его плюсах, все-таки является несимпатичным строем, несимпатичной формацией. Это стяжательство, это эгоизм. Это культ. Культ ложных ценностей. Это зависимость от технологии. Это неуемная жажда потребления, которая этими технологиями в связи с их прогрессом подстегивается. Это, в принципе, уродливая система, которая неизбежно приведет мир к гибели. Это абсолютно точно. Вот. Что можно было противопоставить разрушенному капитализму? Я хочу сказать, что Ленин, при всех своих, так сказать, негативных моментах, так же, как и Карл Маркс, очень боялись того, что случилось в России, а не это предвидели. Действительно, была мечта о народном самоуправстве. О том, что с низов начнется организация жизни. И у Ленина это мы находим. И когда Ленин говорит о кухарке, который управляет государством, он, так сказать, здесь немножечко его занесло, но в общем-то это здравая мысль, скажем прямо. Страшная ошибка Маркса и Ленина, то, что они не заложили механизма самозащиты вот этой народной самоорганизации, народного самоуправления, на которых они рассчитывали, в которое они верили и во имя которых они жили. Защита от возможной бюрократизации. Ну что произошло? Произошел перехват власти новым классом, который Джиллес очень четко аккредитализовал и обозначил именно как новый класс. Это класс бюрократии. Вот сейчас надо вернуться к Троцкому. Троцкий это был великий человек, нечего бояться об этом говорить. И вообще троцкизм в России будет востребован еще больше, чем ленинизм. Троцкий прекрасно понимал. И вот его слова такие у него есть, такая мысль, что свинцовая задница бюрократии перевесила голову революции. Кстати говоря, прекрасно понимавший русскую поэзию, как ее прекрасно понимал Бухарин. Мне бы трудно представить, что Троцкий или Бухарин утвердили бы вот этот бездарный громоманский гимн, который сегодня поют несчастные россияне. Исключено. И был другой уровень культуры. Ну, что надо сказать? Что вот возникла новая такая прослойка, ставшая самым настоящим классом. Класс бюрократов. Который, в общем-то, который экспроприировал собственность в виде привилегий. И так далее, и так далее. Это сделано было гениально по-своему. Потому что, собственно, она была как бы анонимной. Правильно, да? Ну, кто? Завод принадлежал народу, да? Всем. Вот папа мне говорил, Юра, это твой завод. Показывал Нанечский завод. А на самом деле завод принадлежал верхушке. Хотя это было закамуфлировано и скрыто. Вот. Что произошло потом? Ясно, что эта система, она... Это что, эта система, она не продуктивна. Потому что это то, что Марс гениально называл азиатским способом производства. Это деспотия, которая, конечно, подписывается новыми технологиями, но она обращена на... На крах неизбежно, так? Вот. Она себя исчерпала, деспотия. В 1991 году она подкосилась. Мне рухнуло, подкосилась. Были, были вот попытки тогда нащупать вот ту основу, которая была в Кижих, на реке Онега, вот кооперативное движение. Это были золотые годы, и для культуры, и для народа, когда народ ощутил себя как действующая сила, как участник событий. А потом снова произошел перехват инициативы со стороны вот этой свинцово-задой бюрократии. Вот она сейчас все возвратила на свои места. Цикл замкнулся. Мое отношение к выборам совершенно определенно. Это не выборы, а антураж. Выбирать нечего. В России же произошла реставрация того, что было в другой форме, под другой маской. И где-то это закономерно. Я не хочу здесь говорить про диалектику, которая очень сильно испортила вообще дело. Тут нет никакой диалектической необходимости, это фигня. И нечего Гегеля сюда тянуть. Гегель Марксу много еще подпортил. Но выход от этого есть, конечно, есть. Потому что существует жизнь. Жизнь, жизненность, витальность. Выход куда? Или в никуда? Или все-таки в общество, которое реализует социалистические идеалы. Общинно-социалистические идеалы. От этого мы никуда не уйдем. Но сегодня в России нет силы, которая тянет туда. Сегодня в России доминирует ложно понятый либерализм, с одной стороны. А с другой стороны доминирует что? Ну, чекизм, как это я назвал, да? Ну, это дуракратия та же самая. Вот. Подпитываем олигархами. В России произошла страшная метаморфоза, жуткая метаморфоза. Шансы были бездарно упущены в 1991 году. Огромная вина здесь лежит на Ельцине. И на его окружении. Это бесспорно так. Но для того, чтобы дотворить историю, надо иметь интелег для этого. Надо им понимать, в какой стране ты живешь и с каким народом ты работаешь. Откуда это было у Брис Николаевича, откуда это было у Михаила Сергеевича. Это все-таки люди, скажу прямо, невежественные по большому счету. Россия или погибнет, то, весьма вероятно, станет жертвой различного рода разборок. Или, сконцентрировавшись, она совершит новую революцию. Революция – это вещь очень здоровая и нормальная. Александр Васильевич Солженицын ошибался, когда говорил, я понял ложь всех революций и понял правду всех религий. И, скорее всего, можно говорить о лжи, религии. Бог умер. Эта ниша показала прекрасно. И все эти отсылки к божественному промыслу, они сегодня абсурдны. И вообще, это дурь полная. Революция – это реакция социального организма на какое-то онтологическое отчаяние, безвыходность. Реакция отражения. Но вот хорошо, когда реакция отражения сменяется созидательным моментом. В 17-м году это не произошло. Прекрасно сработала вот эта реакция отражения. И освободившееся место заняло не народное управство, не народная инициатива, а вот эта бюрократия. Сегодня в России нет сил, которые могли бы страну направить, вот, я бы сказал, не то чтобы в теорамки, а вот страну направить в том направлении, которое отвечает ее внутренним силовым линиям. Они такие и есть. Они сейчас просто очень плохо просматриваются. Они наверняка были и сейчас в латентном виде существуют. Поэтому прогноз однозначен. В ближайшие годы это триумф бюрократии, или там триумф чекизма, советизма, как угодно это называй. Это будет полоса очень такая бесперспективная, малопродуктивная. Но это один из вариантов прогноза. Ведь надо помнить, что прогнозы все делаются на основе каких-то схем. И в данном случае я использую схему, и я нахожусь под влиянием каких-то вот директических алгоритмов. А директика сегодня вообще так здорово порушена постмодернизмом, великим французским постмодернизмом. Поэтому как-то я стараюсь себе эту инерцию преодолеть. И поэтому я считаю, что надо делать еще ставку на непредсказуемость. Я считаю, что в России могут произойти непредсказуемые события. И вот этот мой прогноз пессимистический пройдет к черту. И сбудется нечто или еще более пессимистическое, или произойдет нечто обнадеживающее. Это трудно сказать. Трудно. Понимаете, да? Вся прогнозика строится на диалектике Гигеля. А эта диалектика себя не оправдала. Поэтому, конечно, мое отношение к выбору какое? Самое очевидное. Я не буду в них участвовать. Я считаю, любой мыслящий человек должен считать оскорбительным для себя участие в этой мерзкой комедии. Но хочу вернуться к Столыпину. Хочу вернуться к вопросу о том, что было движущей силой наших революций, крестьянства. Если говорить о будущем, то надо честно признать, что мы должны победить себя. Самое страшное, что несет капитализм, это достижательский дух. Рваческий дух. Общество потребления – это общество, которое очень хорошо моделируется мифом о бочках данаид. Помощь, да? Не насытиться, не исчерпать, не наполнить. Оно так же пагубно, как пагубен и коммунизм. Главное на планете Земля – это все-таки Земля. Интеллигенция, так называемый пролетариат, который становится интеллигенцией. Это то, что должно обслуживать работу на Земле. То, что должно обслуживать великий космический процесс. Превращение энергии солнечной в зерно, в масло, в мясо, в молоко. Мы должны жить. И должны думать о том, что после нас будут жить. Я не хочу идеализировать крестьянство. Тем более, что его никак нельзя восстановить в тех формах, которые нам известны. Но все-таки этот поворот в эту сторону неизбежен. Это поворот, связанный с жизнью, с витальностью, понимаешь или нет. Быть или не быть, жить или не жить. Вот в чем вопрос. Это радикально, это радикально, это очень существенно. Сегодня полезно изучать крестьянское мирозозрцание, крестьянский космос. Сегодня полезно обратиться к анархизму, у которого крестьянские корни, к идеологии СССР, неплохо вспомнить то, что писал по крестьянскому вопросу Ленин еще до того, как он впал в маразм. Сегодня Россия находится в состоянии крайне патологическом. Ну что, вот этот допинг за счет ресурсов, нефть, газ. Так, сколько у нас завозного провианта? Появляется производитель сельскохозяйства, но его все-таки мало, правильно, да? Отсюда эти цены, отсюда самое очевидное отсутствие конкуренции. Монополизм. Нет ничего более бездарного, чем последние восемь лет русской истории. Они будут аталоном серости, бездарности, тупости, продажности, бессовестности. Обидно за наш народ, который абсолютно слеп. Его потребность к ульте личности, это признак его глубокого, быть может, неизлечимого заболевания. И до кого он ставит? Боже мой. Вот, а производителей нету. Нету народовольства, у которого пошли народ и открыли ему глаза. Поэтому ситуация сегодня очень тяжелая, конечно. Мы будем лежаться до плыву, и даже это будет держание такое, немножко комфортное. А внизу под нами бездна. Вот так, Максим. Так что ничего хорошего сказать я не могу. Надо сейчас пробуждать в народе революционный дух. Обязательно. Не бед этого слова. Потому что революция – это здоровая вещь. И надо уважительно вспоминать 17-й год. Я думаю, вот роковую роль сыграл Сталин в нашей истории. Эти ребята все, да, такие как Бухарин, скажем, да, они... Чего-то вынашивали. Интересно. Но чего мы никогда не узнаем, потому что не переиграть. У них тоже были свои заскоки. Но, тем не менее, там был позитив. Отчуждение народа и власти. Огромное, гигантское. И что это и выборы? При этом – отчуждение. И что? Так, Максим. Вот. По поводу феномена, который мы называем культом личности. И феномена, по поводу феномена членопочитания. Замечательное выражение Маркса. Азиатский способ производства. Что такое азиатский способ производства? Это когда обезличенные люди работают на целое. Инкопорировано в целое. Для которых связь с этим целым является не только источником существования, но, если хотите, источником определенной благодати. Это ложная благодать. Это ложная эйфория. Так, человек в системе азиатского производства – никто. Вот, хорошо же у нас пел из года революции. Кто был не кем, то станет всем. И кто был не чем, то станет всем. Ну, неважно, так и так. Смысл один и тот же. Так, вот. Очень удобно быть винтиком. Очень комфортно быть рабом. Весь господин, который тебя защитит, согреет, приласкает, по щечке потреплет, бросает тебе косточку. Вот это рабское сознание, мерзкое сознание, унизительное сознание, оно характерно для азиатского способа производства, который присущ России. Россия остается внутри этого способа производства. Это уровень бессознательного. Это заложено в менталитете народа. Не хочу сказать, что это уж настолько несокрушимо, что с этим надо смириться и руки опустить. Думаю, что не так. Думаю, что не так. Но тем не менее, тем не менее, тем не менее, надо сказать, что вот мы по-прежнему нуждаемся вот в деспоте. А что такое азиатский способ производства? Это деспотия. Деспотия. Это высшая форма авторитарности, это тоталитарность. Комфортно жить в деспотическом государстве. Кому комфортно? Быдлу. Наш народ стал быдлом. При всем ему уважении. При всем ему сострадании. Ну вот он выбрал тебе героя. Ну я думаю, что это, вот я думаю, что нету культа личности Путина. Нету, понимаете. Это какие-то есть симптомы, карикатурные симптомы. Скорее всего, имеет место равнодушие. И это хорошо, это показательно. Но с другой стороны, вот эта тенденция, связанная с потребностями сильной личности, хозяина, да, она существует. У нас существует и другое, существует и жажда народоправства. Правильно, да? Вот, это тоже нельзя на это закрывать глаза. Так что, очень сложная картина, она нам неизвестна. Вот мы говорим, культ личности Путина, где он проявляется? Кто его выражает? Ну, так вы говорите с простыми людьми. Далеко не все этот культ поддерживают, правильно, да? Вот, тут многое связано с манипуляциями. С пресса, с манипуляциями этих людей, которые проводят операции, как называется, миджмейкеры, да? Операция, вот, выбранные, да? Вот, я думаю, что все он в России как-то проще, примитивнее и страшнее, чем мы говорим. Чинопочитание. Видящее дело, смотря где оно, это чинопочитание имеет место в армии, да? Ну, там должен подчиняться солдат, маршал, правильно? Куда-никуда не деться, верно? Так же и в любой социальной структуре, где есть директоры, где есть подчиненные. Вот, конечно, там, где самоправление занимает большое место, там это чинопочитание минимизируется. Но это где-то все-таки редко наблюдается. Я вот очень не люблю чинопочитание в церкви. Вот эта церковная иерархия, она как раз в этом плане очень показательна. И, в общем-то, наше государство хотел бы перевести эти церковные византийские схемы в свои структуры. Вот я вспоминаю, как у нас происходит возведение президента в должность, как это называется, процедура-то? Подожди, как она называется-то? Ну, это ведь анекдотично все. Так. Я думаю, что все-таки, чем человек выше, тем он должен быть скромнее, доступнее. Он должен отметать вот это чинопочитание. Если об этом идет разговор, то это доставляет заподозрить, что, возможно, предмету этих разговоров нравится. Вот сами эти разговоры. Да. Давайте все-таки различать. Уважение к разговорящему лицу, понимание, что на него возложены какие-то высокие и большие полномочия. Это одно. Отчинопочитание, связанное с чем? С лизеблюстом, с подхалимажем, с культом личности. Это мерзко, конечно, мерзко, да. Человек, который любит лезть, наверняка ущербен. И самое страшное, что власть оказывается в руках ущербных людей. Вот Россия сегодня страна ущербной власти. Вот это бесспорно. Здоровый человек, скромен. Нормальный человек, скромен. Человек, у которого есть комплексы, нуждается в допинге, чинопочитании. Он как бы паразитирует на этой энергии членопочитания. Но это у меня вызывается чувство, жалость и презрение.